Следующий глава Тамадту Шейх Ватамин говорит Тамадту Слово Тамадту в арабском языке То есть действие, в котором есть некий вид наслаждения Поэтому Тамадту можно перевести как Наслаждение Кофи Шар В Шариате Слово Тамадту используется в отношении разных вещей. Минга мая таляку бин нуср. То есть тамато. Это то, что Баракалавфикум связано с обрядами хаджа. Вахуль мураду би гадзаль баб. И это то, о чем говорится в этой главе. Ваху ан юхрим бель умра фи ашврил хадж. То есть, а это когда человек заходит в месяца, в который совершается хадж, а это шаваль, зулькиада и зульхиджа. Если в один из этих трех месяцев Баракалавфикум, ну и соответственно не весь зульхиджа, а до какого? До девятого, до восьмого шла, потому что восьмого уже человек заходит. Если человек Баракалавфикум в эти месяца заходит в состояние храма, чтобы совершить умру, и потом ждет совершения хаджа, то это называется как мутамаддя. Ай юхримабель умра тифи ашврил хадж. То есть, чтобы совершил, завершил в состоянии храма в месяц хадж. И потом выходит из состояния храма, совершив умру. И потом заходит в состояние хаджа в этом году, в этом же году Баракалавфикум. Значит, тот человек, который приехал на Рамадан и совершил умру в Рамадан, и остался в Мекке до хаджа. Это человек мутамадти или не мутамадти? Не мутамадти, Баракалавфикум. Ему заново надо совершить умру. Для чего? Для хаджа. То есть, той умры, которую он сделал в Рамадан, будет недостаточно. Будет недействительно его хадж-тамадто. И оно как бы Баракалавфикум, хадж-тамадто понимается. Знаете, в чем там наслаждение? Кто-то скажет, а в чем там наслаждение? Наслаждение Баракалавфикум, ты чувствуешь, если сравнишь его с двумя другими хаджами. У нас есть три вида хаджа. Первый хадж – это тамадто. Это, как мы сказали, человек во времена месяца хорум, в месяца хаджа, извиняюсь, в месяца хаджа заходит в состояние храма, чтобы совершить умру. Потом выходит из состояния храма, а мы знаем, что в состоянии храма ему многие вещи были запрещены. Одевать одежду, пользоваться благовониями, стричь волосы, бриться, приближаться к жене, Баракалавфикум и тому подобное. Второй вид – это называется хаджу-ифрат. Хадж-ифрат – это хадж отдельно. То есть хадж без умры – это когда Баракалавфикум человек совершает только один хадж, не совершая умры. И в основном Баракалавфикум хадж и фрат человек совершает тогда, когда он прибывает Баракалавфикум в Мекку прямо в день хаджа, то есть в восьмой день. То есть он прибывает в восьмой день, так что у него нет времени совершить умру, и он сразу же отправляется в Мину, чтобы совершать обряды хаджа. Бывает иногда та или иная ситуация, особенно это бывает с теми людьми, которые живут в Саудии или работают в Саудии, что они, например, бывают заняты или на работе их не отпускают и отпускают только в восьмой день, допустим, к Зухру он прибывает в Мекку. Поэтому так как восьмой день к Зухру уже все в Мину вышли, он тоже сразу должен выйти в Мину. Поэтому такой человек имеет право совершить хадж и фрат. Третий вид Барак-Луфикум – это хадж-Киран. Когда человек заходит в состояние и храма, Барак-Луфикум для совершения умра, совершает эту умру и не выходит из состояния и храма, пока не совершит хадж. И это делает только тот человек, который ведет с собой скотину из-за предела территории храма. То есть ведет скотину для жертвопрежения из-за предела территории храма. И вот, смотрите, если человек прибыл, допустим, ввел скотину и прибыл за 10 дней или за 2 недели в Мекку со своей скотиной, и он совершил умру. Две недели он, Барак-Луфикум, находит во храме. Ему запрещено стричься, бриться. Ему запрещено, Барак-Луфикум, использовать благовоние. И самое страшное, если с ним жена, ему не дозволено ей приближаться. И вот теперь, если сравнить с хаджем томат, то ты понимаешь, в чем там мута, в чем там наслаждение, Барак-Луфикум. Вначале мы все эти виды разберемся. Просто вкратце маленькое вступление, чтобы понять, что такое томат. Перед тем, как прийти к садису, и обратить внимание, в шариате слово мута или томат используется в отношении разных вещей. И шейх здесь упомянул только один вид, в отношении чего используется мута или томат, то это что? Только обряды хаджа. Также в шариате слово мута, можно добавить вот сюда словам шейха Таймина Барак-Луфикум, «Ва минга аттаматту бин-ниса». Также к мута, когда используется в шариате, имеется душа в шариате, в шариатских текстах. Второй вид использования мута – это «аттаматту бин-ниса». То есть первый вид томат, то это вот, обратите внимание, давайте еще раз, «Ва фишара ютлаку аля льумур». То есть в отношении нескольких вещей. «Минга маят аляку бин-нусу когонь мураду бигадальба». Во-первых, то, что связано с обрядами, это то, что понимается в этом главе, и мы объясняем, что такое томатту, и почему он назван томатом, правильно же? «Ва минга» также можно добавить «Альтаматту бин-ниса». «Альтаматту бин-ниса». Что такое «таматту бин-ниса»? Это временный брак. И это в шариате является мансухом, отменено. То есть оно было узаконено в шариате, но потом шариат его отменил. «Альтаматту бин-ниса» – «Амрун мансух». То есть отмененное дело. И если в наше время какой-то человек, Барак-Луфикум, занимается томатом бин-ниса, это человек за непрелюбодей. Если он, Барак-Луфикум, осознанно это делает, Барак-Луфикум, то если он до этого был женат, его закидывает камнями. Если он не был женат, Барак-Луфикум, то его убьет в столб литей и выгоняет из той страны, где он живет на один год. Это первое. Второй момент, Барак-Луфикум очень важный. Что такое томатом бин-ниса? Временный брак, который отменен шариатом. Потому что многие люди не понимают, что такое временный брак. Временный брак, Барак-Луфикум, это когда человек женится на какой-то девушке и при этом они обуславливают сроки своего брака. То есть он говорит, Квали, например, приходит и говорит отцу, «Выдай свою дочку за меня на одну неделю за такой-то махр. Выдай свою дочку за меня на один год за такой-то махр. Выдай свою дочку за меня на три дня за такой-то махр». Вот это называется как временный брак, который отменен в шариате Барак-Луфикум. Соответственно, тот, кто делает подобное в наше время Барак-Луфикум, является прелюбодей. Значит, если человек Барак-Луфикум скажет так, приходит к отцу и скажет, «Выдай за меня дочку на десять лет. Вот тебе махр». Хорошо? Потом Барак-Луфикум, они живут десять лет и через десять лет перестают жить. Все десять лет он делает зина. Он же Барак-Луфикум в эту же минуту встает, идет ко второму и говорит, «Выдай свою дочку за меня замуж». И дает Барак-Луфикум определенный махр. Тот говорит, «Я согласен». Он с ней переспал на следующий день, он с ней развелся. Это не является зина. Это узаконенный шариатский брат. Как так? Этот десять лет жил при любоде, а этот одну ночь переспал, использовал ее, ее бросил туда-сюда. Барак-Луфикум, как сказал, либо на обитали, либо если религия была бы, по разуму, и по логике, то логичнее было бы вытирать нижнюю часть. Почему? Потому что первый сделал то, что запрещено шариату. То есть тот акт, тот брачный договор, который сделал первый, он изначально недействительный. Потому что это называется мутра, и она отменена в шариате. Что касается второго, то он сделал все по шариату. Ну, мало ли, Барак-Луфикум, какие вещи там произошли. Даже если он одну ночь не переспал, и даже если она девственница была, и он решил ее девственности, Барак-Луфикум, потом ее бросил, его можно, мы не говорим о его, хорошо он поступил, нехорошо, мы не об этом сейчас говорим. Мы сейчас говорим о действительности его брака. Его брак был действительно. Поэтому брак вот этой со второй девушкой, со второй девушкой, действительно, и он, Барак-Луфикум, не является прелюбодей. Даже если одну ночь приспал, даже если всего лишь одну ночь приспал. И вот поэтому это не называется как временный брак. Потому что у нас некоторые сестры говорят, вот он временный брак дозволяет, почему он женился и завтра же развелся. Это не называется временным браком. Это вы, сестры, побоитесь священного Аллаха спанатали и не называйте вещи теми вещами, которыми их не назвал шариат. Потому что Барак Аллаху Фикум Всевышний Аллах сказал Всевышний Аллах сказал, Всевышний Аллах запретил вам мерзости, как явные, так и скрытые. Запретил вам грехи, шинные дела, и беспредел в отношении людей. Если на то у вас нет права. И предавать Всевышнему Аллаху сотоварищей кого-то, на что он не посылал никакого довода, и говорить об Аллахе то, чего вы не знаете. Барак Аллаху Фикум Всевышний Аллах назвал говорить об Аллахе то, чего не знает, хуже, чем предавать Аллаху кого-то вообще. И поэтому те сестры, которые называют тех братьев, которые женились на следующий день, развелся, то, что они делают временным браком занимаются, эти сестры, Барак Луфикум, говорят об Аллахе то, чего Аллах спонтанно не говорил. Третий вид брака. Первый понятно, второй понятно, третий вид брака. Третий вид брака, Барак Луфикум, когда человек женится на ком-то, и в его намерении есть развестись изначально с этой женщиной. И это называется брак, но он об своем намерении говорит вали. То есть приходит к какому-то вали и говорит, выдай за меня замуж свою дочку, за такой-то мах. Тот говорит, я согласен. И это было сказано при свидетелях. Но у него в намерении с ней развестись. Как это может быть? Он, допустим, приехал к Барак Луфикум учиться в какой-то другой город. У него, соответственно, нет возможности привезти свою жену и так далее и тому подобное. Но он хочет, пока тут находится, чтобы избежать прелюбодеяния и так далее и тому подобное, жениться на какой-то девушке местной. И этим самым Барак Луфикум, может быть, он такой, Альфонс, да, бережет Всевышнего Аллаха от подобного, хочет использовать ее еще для того, чтобы и жить у нее на квартире. То есть этим самым и от Зина себя избавил, и нашел себе бесплатное жилье. Таких много ушлых людей, да, бережет на Всевышний Аллах от подобного, которые этим самым, по первую очередь, унижают самих себя. Потому что Всевышний Аллах сказал, То есть Аллах дал преимущество мужчине на женщины по той причине, что он расходует на женщину, а не женщина расходует на него. Тогда он будет риджаль. Аллах говорит, вот кого риджаль, вот кого Аллах описал, он сказал мужчина, а этот как он мужчиной может быть, если он с каким намерением это делал? Другой вопрос, если мужчина женился на богатых женщин, он на ним расходует, и у него не было намерения жениться на ней, чтобы она на него расходовала. Это у Шалтана не вредит его мужском качеству. Если вопрос принимать, не принимать, эту помощь со стороны жены, со стороны родителей и так далее, если он мужчина, барак Луфикум, и он рассчитывает пользу и вред, и так далее, то есть знает, что если принимая, и они не будут ему потом упрекать и так далее, то проблем в этом нету, правильно же? Ну, в этом никаких проблем нет, потому что упреков не будет и так далее. То есть, видит самопорядочную семью и так далее. Другой вопрос, если он, например, боится, что они начнут его упрекать, начнут его чем-то обязывать, мы тут тебя содержим, а ты тут такой. Конечно, такой мужчина не должен принимать никакой помощи. И вот этот мужчина, главное, женится, значит, женится на этой девушке, приехав в этот город, и у него в намерении, как учебу закончу, сразу уеду и с ней разведусь. Уляма говорят, Барак Луфекум, о том, что этот никак, Сахих, действительный, потому что в нем соблюдены все условия. Но этот человек грешник. За свое намерение он соберет грех. Почему? Потому что он, Барак Луфекум, сделал лыжь, обманул. Обманул девушку и обманул ее в Алии. А пророк Саусам сказал, «Мангашшана фалясаминна, тот, кто нас обманывает, тот не из нас». Не из нас, слова «не из нас» указаны на то, что этот грех является большим грехом. И поэтому шейх Альбани, когда ему задали вопрос про подобных студентов, которые едут в страны Америки, Европе и так далее, он говорит, зачем вы так делаете, зачем берете грех? Ты женись без такого намерения. А там как получится, правильно? Откуда ты знаешь? Может, Аллах тебе облегчит Барак Луфекум, и ты женишься на какой-то девушке, и потом заберешь ее с собой. У нас сколько Барак Луфекум? Есть примеров тому, что арабы Барак Луфекум ехали, женились где-то на Западе, взяли себе жены, и Альхамдулля, Барак Луфекум, они мусульманки жены, и праведные жены, и так далее, и тому подобное. И живут со своими мужьями в арабских странах, хиджру сделали, еще намерение хиджру сделали и так далее, им за это сколько награды и так далее. Правильно же? Поэтому зачем? Ты же не знаешь, как у тебя будет. А разводиться-то никогда не грех. Разводиться-то всегда успеваешь. Поэтому не надо такое намерение таить. А женись нормально. Барак Луфекум. Теперь вопрос. Вот этот брак называется мута временным браком? Этот брак не называется временным браком. Однако этот брак называется брак с намерением развода. Брак с намерением развода. Барак Луфекум. Но временным не почему? Потому что не было это обусловлено во время никаха. И поэтому те сестры, которые таких братьев называют, или те братьев называют, что он сделал временный брак, это воззвали на Аллаху Субхану Атали Рож, и обвинили этого человека в прелюбодеянии, соответственно. А прелюбодеяние человека, обвинение человека в прелюбодеянии без довода, чревато побиванием бараклофикум восьмидесятью плетями восьмидесятью плетями тем что этих людей не принимается шахада свидетельствий четвертый вид никах а бараклофик пришел человек какому-то вали и говорит выдай за меня замуж свою дочь но вали говорит я выдам за тебя замуж свою дочь но вот она сейчас учится университете вы не будете жить пока она не закончится университет почему в чем проблема да она сейчас забеременеть бросить университета я за каждый год по 10 тысяч долларов платил вот если согласен я никак сделал приходите дружите за ручки держитесь при нас но нигде не уединяйтесь сами проблем она твоя жена на тебя халяль тогда вот такое у меня условие согласен контаку условие или нет ее не говорит да я согласен на такой условии вот они жениться и он обязан соблюдать это условие прав мусульман они обязаны соблюдать условия то есть они поженились бараклофикум но не живут потому что на то есть какая-то причина на то есть какая-то причина или какой-то парень, допустим, например, в отъезде учится в Медине, и ему нашли какую-то невесту. И он хочет заключить с ней брак, но при этом не может ее пока забрать, например, в Медину. И он посылает, допустим, своего представителя к отцу этой девушки, тот Ватиль, чтобы тот сделал никак. И эта девушка, согласна его ли? И вот они сделали никак, и он говорит, что как я приеду из Медины, мы начнем жить. Все без проблем. И вот прошел, допустим, полгода, прошел год, и у нее не было возможности уехать. И он звонит туда, у меня в этом году нет возможности. Да проблем нет, ладно. Приехал через два года. То есть у них два года они муж и жена по телефону, по WhatsApp, по Skype общаются и при этом не живут. И допустим, Барак Луфико он приехал и развелся с ней, не жил. Это временный брак или мута? А можно называть? Нельзя называть. Ни в каким образом. Никак это мута не является, Барак Луфико. Никакой бы стандыр ни смогел, это мута не является. И, соответственно, называют таких людей, что он сделал временный брак и так далее и тому подобное. Является Барак Луфико неправильным. Является неправильным, является по-первых, Барак Луфико этим самым человек назвал шариатским термином то, что не называется, не является этим термином. Этим самым возвел ложь на Всевышнего Господа, Субханна Атааля. Правильно? Если я назову хач-киран томаттум хаджам, я же возвел ложь на Аллаху. Если я назову хач-муфрад томаттум, я же возвел ложь? Нет, потому что томатту это томаттум. Если я начну молитву Маггриб называть Зухрам, а молитву Фаджир начну называть Ища. Осознанно. Я же возвожу ложь на Всевышнего Аллаха или нет? Почему? Потому что Аллах Фаджир Фаджиром назвал, Аср Асрам назвал, Аиша Ища назвал, и каждую вечно называть тем термином, которым назвал Всевышний Аллах, Субханна Атааля. А если нет, то я возвожу ложь. Вот так же эти люди Барак Луфико возводят ложь на Аллах. Значит, никах мута это когда во время договора Барак Луфико обуславливается, что срок. И это является отмененным в шариате. И это в наше время, по сути дела, по сути дела, это и есть Барак Луфико проституция. Потому что человек приходит и говорит на ночь столько-то долларов, столько-то рублей, столько-то евро и так далее и тому подобное. Это преливодианин на Саллах Фаджир. Это очень важный момент, который надо понимать. 225-й хадис Барак Луфико в главе, в книге «Ан Абиджамра Наср ибн Умран ад-Дуба'и каля сальту бна Аббас аниль мута». Ягод спросил ибн Аббас о мута. А сейчас, Барак Луфико, мы увидим, как нам легко будет понимать, когда мы поняли, что шариат слово мута используют в отношении хаджа, в отношении мута, писа и так далее. Вообще легко будет понимать многие хадисы. «Ягод спросил ибн Аббаса про мута. Фа амара нибиха». Он не приказал это делать. Шииты говорят о том, что Наср ибн Умран спросил про мута от Ниса и приказал ему заниматься мута от Ниса. Видите, как важно до чего понимать. Фа амара нибиха не просто сказал мой шиит, а приказал мне это делать. Шииты говорят, вот это новое. Потому что у шиитов, рафидитов, Барак Луфико, которые себя ложно приписывают к религии Ислам, а религии Ислам в одной долине, а не вообще в другой долине, Барак Луфико. Они говорят о том, что мута разрешена. То есть узаконили Барак Луфико проституцию. Шииты узаконили проституцию. И я спросил его о жертвоприношении. Фа каля фиги Джазур сказал надо Джазур, Барак Луфико, Джазур верблюд ау бакара, или же корова, ау ша, и не же баран. Ау ширкун фи дам. Или же ширк в дам. А, вот это суфистов довод. Абдуллаевну Аббас разрешил Барак Луфико приносить жертвоприношение кому-то, кроме Аллаха, потому что он приказал. Ширк сказал можно в крови делать. Однако ширк это как говорят мопкияту мотхекат. Вот ай мотхекату мопкият. Хоть это смешно, но от этого плакать хочется. Ширкун фи дам, Барак Луфико это когда несколько человек Барак Луфико приносят одно жертвенное животное. Будь это верблюдо Барак Луфико или в виде чего? Коровы. То есть просто из-за того, да? Да. Иширк бимана иштирак фи дам. Иштирак фи дам. То есть приносить жертвопрошение от лица нескольких человек. То есть семерых Барак Луфико будь это корова или верблюд. Если можно семь, то можно и за шестерых. Если можно и за шестерых, то можно и за пятерых. Если можно и за пятерых, то можно и за четырех. Если можно и за четырех, то можно и за троих одного верблюда принести. И за двоих. И за одного. Тем более, как это изначально звучало Звучало в хадисе. И люди, говорит, людям это было, то есть люди не хотели этого делать или чувствовали к этому какую-то неприязнь. Я, говорит, заснул. И увидел во сне, то есть это рассказ Насрам Наймран, как будто какой-то человек взывает То есть да будет твой хач мабруром, да будет принят и будет твой хач благочестивым. И пусть твое наслаждение будет принято. То есть хач таматуму таббл принято. Я пришел к Абдулла ибну Аббасу и рассказал ему об этом сказал Абдулла ибну Аббас Суннату Абил Касим. Это Сунна Абил Касим. Есть еще добавка к этому хадису. Абдулла ибну Аббас попросила Насрам Абнумран остаться. Я тебе сказал подарок дам. Поэтому Баракулу Фикум в этом указании на то, что если какой-то брат увидел про тебя хороший сон Баракулу Фикум, то Сунна Баракулу или обрадовала тебя чем-то вообще дать ему подарок. Дать ему подарок. Баракулу Фикум. Дать ему подарок. Баракулу Фикум. Тарджам от Умамвара, то есть упоминание того, кто был упомянут в хадисе, это Абдулла ибн Аббас, рады Аллаху Ангу, сабака тарджам в хадисе Рак, в Министерстве Тварстин, в 166-м хадисе его тарджам разбирался. Маудуль хадис, тема хадиса, хукму мута тиль хадж, то есть постановление, каково постановление о совершении хаджа мута, хаджа таматту, хаджа таматту. Шарх и калимат, то есть толкование тех слов, которые упомянуты в хадисе, я спросил про хадж мута, то есть и каково постановление о совершении хаджа таматту, у васабаха тарифы ему уже выше, барак лауфикум, рассказали об этом. То есть потребовав меня, чтобы я совершил именно его. Также барак лауфикум, я спросил его про жертвоприношение, аль-хадзи лази ауджа в Аллаху аля мутамаття, то есть о том жертвоприношении, которым обязал Всевышний Аллах спонталя, того человека, который совершает хадж таматту. В словах Всевышнего Аллаха, тот, кто совершает таматту, то, что облегчит ему Всевышний Аллах. Значит, по словам, то, что облегчит Всевышний Аллах, пообратить внимание, фама стайсара, фама, это же истма маусуля, указывает на умум, правильно же? Указывает на умум. И здесь Аббулла и Аббаз, барак лауфикум, четко пояснил, что это должен быть верблюд, корова, или же барак лауфикум, бара. Почему он называется гадин? Потому что его расходуют, то есть, посвящают для того, чтобы приблизиться Всевышний Аллаху, и чтобы снискать любовь тому, кому ты приближаешься, расходуя свое имущество на это жертвоприношение. Каль гадия, подобно слову гадия. Факалев сказал мне про него, а укалебну Аббаз фи джаваби, а не гадик, Булла и Аббаз ответил, то есть, на вопрос про жертвоприношение, фаддамиру яуду аль-гадир, то есть, фига яуду аль-гадир, то есть, возвращается на что? На агадир, на шертвоприношение, в сахии Бухари факаля фига аль-мута, сказал про мута, джазур баир, верблюд, вакран кана аунса, будь это мужского рода или женского рода, ширкум фиддам а иштиракум фи, то есть, иштиракум фими, когда несколько человек в арак лауфикум скидывается, чтобы купить, скинули, чтобы купить корову или же верблюда, вальмураду субу аль-бадана, субу аль-бадана имеет сюда седьмая часть верблюдицы, а у субу аль-бакара, или же седьмая часть коровы. Насу нджамату мин умумар, то есть, из людей, факаля кана насу каригуга, то есть, кана нас, некоторые люди, говорит, порицали это, имел в виду кого? Умар, абн-хаттаба, рады Аллаху, Уфмана, и Абдулла ибн-назубайра, рады Аллаху, ангум. Каригуга и каригу аль-мута, то есть, они как бы, то есть, это во сне он слышал, что кто-то громко кричит, вы фириваете фаатани атью фельманами факали, ко мне пришел кто-то во сне и сказал, то есть, твой хач это хач, фау хабраль мубтада мазуф, то есть, хачун мабрур, хачука хачун мабрур, мабрурун ай муафикун лишшара, то есть, соответствующий шариату, то есть, Аллах доволен этим хачем, то есть, я рассказал о том, что я видел во сне, он сказал, Аллаху Акбар, ай азаму аджалю, то есть, Аллах самый великий, суннату аутариқату ашариату, то есть, пути шариату, ахия хабраль мубтад мазуд, ай ази сунна, то есть, это сунна, аби касим куньяту аннаби, то есть, это кунья пророк, саламу аль-касим, Акбар-у-лядь, это самый старший из его сыновей, то есть, сыновей, которые родила ему Хадиджа, но он умер, родилан, аш-шарху ль-джмали, общее толкование хадисов, юг беру Абу Джамра, Насрун ибн Абран ад-Дуба'и, рассказывает Абу Джамра, Насрун ибн Абран ад-Дуба'и, и он является одним из тавиином, анау са'ля адуллах ибн Аббас, анаху кмель муту атифиль хадж, то есть, что он спросил Абдуллах ибн Аббаса, о том, каково положение совершения хаджа тамато, то есть, муту афиль хадж, совершение хаджа тамато, и это по той причине, что он совершал этот хадж тамато, то есть, вышел совершать хадж таким намерением, и люди ему это запретили, адулла ибн Аббас приказал ему совершать этот хадж, и тогда Насрун спросил его о жертвоприношении, которым Всевышний Аллах обязал людей, тех людей, которые совершают хадж тамато, Абдулла ибн Аббас Рудолаху сообщил, что это одна из четырех вещей должна быть, либо баир, верблюд, ау-ба-кара или корова, ауша или баран, ауша, ауша, ба-клау-фикум, ауширкум фиддам, суб'у-мин аль-ба-ир, ау-ба-кара, или же совместное приношение, жертвоприношение, то есть, либо седьмая часть, то есть, семь человек на одного верблюда, или семь человек на корову, и люди, то есть, какие-то люди, порицали, хадж тамато, то есть, причина, почему баран-клау-фикум, умр-ибн-хаттаб, ради Аллангу, не от того, что он, баран-клау-фикум, не хотел, чтобы люди совершали, просто умр-ибн-хаттаб, уфманы, ради Аллангу, те сподвижники, которые порицали, и также говорят, это было вакт, они боялись, что если люди будут совершать умра, выходить из состояния храма, потом делать хадж, они будут думать, мы же умру в этом году сделали, и больше не приезжать в умру, этим самым дом Кааба будет пустой, и поэтому свой ищигат они сделали, баран-клау-фикум, что люди запретили делать это, чтобы люди для умра отдельно потом приезжали, то есть, это был их ищигат, ради Аллангу, они побуждали на Ифрат, подобно Уфману, а? На Ифрат? Да, побуждали на Ифрат, получается, да, подобно, или же побуждали к Ирану, чтобы люди не везли, чертовое приношение из-за предел хара. Подобно Уфману, ради Аллангу, мы знаем, что Уфман, ради Аллангу, баран-клау-фикум, что сунной, правок соусом, когда дел хадж, то есть, выходил в мину и так далее, совершал все молитвы по два раката, правильно же? А Уфман приказал по четыре раката совершать, и Абдуллаебна Масуд порицал его за это. А говорят уляма, баран-клау-фикум, о том, что причина тому, что Уфман, ради Аллангу, совершал четыре раката, что он боялся, что люди приезжают в хадж бедуины и подумают, что Зухр и Аср по два раката читаются. И поэтому совершал их в полной форме. Как бы ни было это, брат, ищтегат сахаба был, и это не является сунной. Почему? Несмотря на то, что Пробок Саласам сказал, «Алейкум бисуннати ва суннати хулефа и рашидин, придерживаюсь моей сунны и сунны праведных халифов, потому что в этом не было единогласного мнения сахаба». И поэтому у тебя вопрос, если возникает, являются ли слова сподвижникам довода. Да, слова сподвижников являются доводом в том случае, что никто из сподвижников ему не противоречит. А если же, баран-клау-фикум, кто-то сподвижников противоречил этому сподвижнику, тогда мы смотрим, баран-клау-фикум, чьи слова ближе к доводу из Курана и сунны пророка Салаваху. Алейхи вассалям. И понятное дело, что никто из сподвижников преднамеренно специально баран-клау-фикум не делал ни такого ищи гады, чтобы он преднамеренно противоречил Куран и сунны. Самые далекие люди от подобного, и если от кого это невозможно, то это невозможно абсолютно от сподвижников рады Аллаху. Дальше шейк говорит, а вот поэтому сказал шейхтам, то, чтобы люди не ограничивались хаджем таматту и приезжали в другие времена и чтобы люди приезжали в другие времена для совершения умры. То, что люди не ограничивались хаджем таматту и те, кто будет оживлять то есть мечеть в остальные времена года баран-клау-фикум то есть не во время сезона хаджа их будет мало. Вот этого они боялись. И всевышний Аллах подкрепил фатву ибн Аббаса тем, что увидел Насрову в своем сне. К нему пришел кто-то во сне то есть твой хадж соответствует шариату твой таматту принято. Он сообщил об этом дула ибн Аббаса он барак-клау-фикум сделал такбир сказал слава Аллаху Акбар от радости и удивляясь этому сну. Значит, у нас является сунной барак-клау-фикум если человек радует его что-то говорит Аллаху Акбар не говорит ничего себе вот это да вау Аббаса не сказал вау Аббаса сказал Аллаху Акбар если тебя что-то удивляет барак-клау-фикум удивит или чему-то ты радуешься ура говорить не сказал было ура не сказал же ура правильно Аллаху Акбар надо говорить сказал что это является сунной пророка саллаху алейхи ассалям то что узаконено барак-клау-фикум делать тамат-то билиумрат от умра до хаджа то есть совершать умру когда наступили месяца хаджа а это шава зульхад потом выходить из состояния храма и тебе все дозволено барак-клау-фикум пока не придет восьмой день зульхиджа восьмой день зульхиджа ты заходишь в состоянии храма и совершаешь хадж второе анна сунната набии саллаху алейхи ассалям то что является сунной пророк саллаху алейхи потому что пророк в других хадисах приказал это каждому кто не вел с собой скотину из-за предела харм мы подробно это разбирали барак-клау-фикум в наших уроках хадж пророка саллаху алейхи разбирая хадис жертвоприношение которым обязан человек совершающий хадж-тамат то это либо верблюд либо корова либо баран либо быть одним из семерых принося в жертву верблюда или одним из семерых принося в жертву коров и мы сказали соответственно может быть меньше чем одним из семерых то есть на 8 человек корова или верблюд не пойдет а на 6 человек можно то есть потому что в хадисе у вас как пришел сначала же сказал барир верблюд же если от одного человека одного верблюда можно и от семерых одного верблюда соответственно 6, 5, 4, 3, 2 все что между этим тоже дозволит четвертое фадыль отубну Аббас то есть указание на достоинство абдуллаевну Аббасу хайсу автаби муавху хатисунам то что он сделал фатва соответствующий шунный несмотря на то что кто-то ему противоречил бараку луфикум 5, от такбиру инда таджу то есть делать такбир когда человек чему-то удивляется независимо от того что ты радуешься то есть тому что происходит или же порицаешь что-то 6, это как порицаешь где-то где у нас пришло в каком хадисе а? задуман вад в хадисе задуман вад когда они сказали сделан нам такое же дерево на которое вешаются какие-то бобрякушки как у этих многобожников дерево на которое не вешают свое оружие или какие-то бобрякушки и правопсал сам сказал Аллаху Акбар 6, бараку луфикум аль-фараху беру и аль-муагида и сунна то есть следует то что сунна является радоваться той тому сновидению которое соответствует сунне 7, аль-фараху бей-сава тиль-хак радость когда ты сказал что-то что соответствует истине как это передается от Абдулла ибну Масуда радуя Аллаху что самая большая радость которую он испытывал это та радость когда он давал какую-то фатву а потом узнавал что то что он дал фатву на это есть указание из сунны 8, аль-фараху то что дозволено доставать в�� пророка салиллаху алейхи салиллаху gedacht когда ты что-то рассказываешь о пророке салиллаху алейхи салиллаху не обращаюсь к пророку салиллаху к информационной но это во времена пророка салиллаху 9 хирс То есть стремление сподвижников распространять знания.